Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Европарламент принял резолюцию об уничтожении культурного наследия в Арцахе. Законопроект США требует отчета о возможности военных действий против Арцаха, Армянской ассамблеи Америки. Цена на 1700-летнюю церковь, выставленную на продажу в Западной Армении, упала. Другого выхода нет. Я обратился во все парламенты мира, председатель национального собрания Арцаха. Святилище оливийцев в Западной Армении превращено в мечеть. Завтра день рождения Егеше Чаренца. Знаменитые дети Западной Армении Тигран Чухаджан. Европарламент принял резолюцию об уничтожении культурного наследия в Арцахе. После последней войны под контроль Азербайджана перешло 1456 памятников, в основном армянских. В ходе войны Азербайджан нанес значительный ущерб армянскому историко-культурному и религиозному наследию. В частности, обстрелу подверглась церковь святого спасителя Газанчатсот в Шуши. Европарламент осуждает политику Азербайджана по уничтожению армянского культурного наследия в Арцахе и отрицанию его существования, что противоречит международному праву. Он считает это политикой антиармянства, проводимой Азербайджаном. В ответ на эту резолюцию приводим ниже заявление президента Западной Армении Арменака Абраамяна, 11 марта 2022 года. «Здравствуйте, мистер Пупони. Я принимаю резкое осуждение Европарламентом ксенофобской политике Азербайджана в отношении армян Арцаха, нашего тысячелетнего культурного наследия и благодарю вас за это. Тем не менее, я хотел бы напомнить вам и дебютатам Европарламента, что территория Арцаха всегда была неотъемлемой частью Республики Армения, которая была признана союзниками в том числе Франции в 1920 году, поэтому поиск нового статуса для этого региона является вопросом несправедливого поднятия в международном праве». Оккупация и раздел территории Республики Армения с 1920 года советскими властями всегда оспаривался армянскими властями. Амбиции Азербайджана во отношении Арцаха были предметом не только нескольких войн, но и массового уничтожения армянского населения. Я также хотел бы отметить, что нечестно сознательно представлять армянское население Арцаха как меньшинство, что очень легко показать, что население составляет большинство, даже автономное, на своей территории в течение нескольких тысяч лет, которое было принято в связи с Международным Пактом Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах от 13 сентября 2007 года, всеобщей декларации прав человека и декларации прав коренных народов. С уважением, Арменак Абрамян, председатель Национального совета Западной Армении. Закон о комплексных осигновениях, принятый Палатой представителей США, требует отчета о возможности военных действий против Арцаха. Принят законопроект о комплексных осигновениях, предусматривающий выделение не менее 45 миллионов долларов для Армении и 2 миллионов долларов на гуманитарное разминирование в Арцахе, сообщила Армянская ассамблея Америки. «Мы призываем к постоянной бдительности, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за продолжающиеся нападения на армянский народ», сказала Мария Мхалуян, директор по связям с Конгрессом. Владелец снизил цену на 1700-летнюю приватизированную церковь, выставленную на продажу в городе Мордим в Западной Армении на 40% после того, как не нашел покупателя. Цена со скидкой составляет 4,5 миллиона лир. Внутри церкви три могилы, два тоннеля и крестинный зал. Церковь приняла множество религий. Сначала служила храмом для язычников, затем синагогой для евреев и церквью для христиан. Здание, которое в своем окончательном виде осталось церквью, позже использовалось как столярная мастерская и склад. «Я обратился во все парламенты мира с просьбой признать независимость Республики Арцах, потому что другого выхода нет», сказал председатель национального собрания Артур Товмасян, добавив, что неоднократно обращался к Республике Армения признать независимость Арцаха хотя бы на уровне национального собрания. Напомним, что противник уже несколько дней использует гранатометы. В настоящее время Арцах лишен газоснабжения, так как вооруженные силы Азербайджана не позволяют отремонтировать поврежденный газопровод, который находится под их контролем. Гробница Шах-Каландер является святилищем для оливийцев в оккупированной Западной Армении. Здание в Анкаре было превращено в мечеть по решению правительства. Согласно информации, молиться здесь может только лидер мусульманской религии, а настоящие владельцы здания не могут участвовать ни в каком ритуале. Муртазар Демир, президент-основатель Культурной ассоциации оливийцев, заявил, что государство конфисковалось, ведь ты не добавив, что они подадут иск против оккупанта по делам религии и других соответствующих органов. Напомним, подобные акты насилия имели место в отношении армянских церквей и святилищ, построенных во всех регионах Западной Армении, но виновные остались безнаказанными. Ягище Чаренц. 1921 года. Литературная фамилия Чаренца стала для него гражданской фамилией. В 1915 году 6-й армянский добровольческий отряд, чтобы соединиться с русской армией, сражавшийся с турками, перешел гору Топорис к северо-востоку от озера Ван. Один волонтер выступил на созванном митинге. В его глазах горел огонь патриотизма. Этим солдатом-оратором был будущий великий поэт Ягище Чаренц. Поэма «Донтеанский миф», являющийся первым в армянской литературе откликом на мировую войну, является одним из первых письменных упоминаний о геноциде армян. В жестокие годы культа личности с 1930-х годов начались гонения. Чаренц этого не избегает, скоро его арестовали. Книги Чаренца были собраны в библиотеках. Ягище Чаренц скончался в тюремной больнице 7 ноября 1937 года. Тигран Шухаджан, родившийся в 1837 году в семье царского часовщика Георга в Константинопле, в возрасте 15 лет привлек внимание музыкальной общественности своими выступлениями. Композитор, дирижер, основоположник армянской национальной оперы был одним из первых армянских композиторов с высшим музыкальным образованием, которому суждено было жить и работать в Западной Армении. В 1872 году Чухаджан инициировал создание армянского музыкального театра, который впоследствии будет переименован в армянский театр турецкой оперетты. Тигран, основоположник армянской оперы. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!